Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первый — это тезисный обзор на нашем YouTube-канале И второй — довольно большая статья от Камрады Тапика, которую по традиции можно почитать в разделе обзоров Давненько ничего не было слышно о The Secret World, и в фанком решили срочно исправляться В течение буквально пары недель планируется выпустить дополнение Side Stories — The Last Pagan С шестью новыми миссиями в Токио Причем миссии обещают разнообразные — от ограбления банков работы с рок-группами до поисков пропавших людей И даже видеокамер, с которых внезапно пропала картинка А уже после прохождения этих миссий обитатели мира The Secret World доберутся до некоего экспериментального устройства Которое сможет перенести их в Токио из любой точки мира Ну и тайный мир не был бы тайным, если бы и за этим устройством не крылась тайна, и не одна И все это придется еще раз разгадывать Очередной стрим с разработчиками Warhammer 40k Eternal Crusade прошел в минувшую пятницу И ничего особенно нового не принес Суровые ребята из Behavior Interactive на протяжении часа волтузят друг друга в игре Показывают старую и новую модель космодесантников, бросаются гранатами Отвечают на вопросы, дят торт и орут А разработчики многообещающей намного песочницы Landmark перешли к рассказам о системе боя в игре Так в новом трейлере, которая посвящена этой стороне проекта, показали ПВП-арены всевозможное оружие И то, как игроки калечат и убивают друг другу Какая милота! Теперь осталось дождаться введения монстров для ПВЕ, обновленного крафта, интерфейса и системы создания персонажей. Еще один пятничный подарок для игроков. Русскоязычному населению Аркедж показали ролик с эксклюзивным российским контентом «Осадным танком» и показали нежданный и весь внезапный концепт-арт. Было это все на пиратской вечеринке, которая прошла в Москве на настоящем, между прочим, корабле. Праздник затеян был в честь полугодовой отметки со старта Аркедж в России. Внимание, внимание, говорит World of Warcraft. В обновлении 6.0 грядут изменения, связанные с валютами. Самым заметным из них станет удаление из игры системы очков доблести и справедливости. Правда, тем, кто не доделал цепочку легендарных заданий Днисцов в Пандаре, переживать не о чем. Хотя задания испытания доблести и уберут из игры, выполнить последующие задания и получить вожделенный плащ все равно можно. Очки доблести больше не будут нужны для улучшения предметов, с этим справятся малые амулеты удачи, которые, кстати, можно обменять еще и на закаленные в бою печати. И почти все предметы, которые покупаются пока что за очки доблести и справедливости, например, наследуемые предметы, можно будет купить за золото. А кроме того, новый гилд беты Warlords of Drainer добавил в игру предметы, связанные с коллекционной карточной игрой Hearthstone Heroes of Warcraft. За 10 золотых можно будет купить пэк оф Hearthstone cards, вы увидите анимацию дыма вокруг ваших рук. За 100 золотых Winning Hand раз в 2 минуты вы сможете запускать особые фейерверки. А за 1000 золотых Hearthstone board раз в 3 минуты можно будет устанавливать игральную доску Hearthstone. Все эти предметы будут продаваться у торговца Benjamin Abroad в вашем гарнизоне. Заполируем новым трейлером русской версии Terra с путешествием по континенту Южная Шара. А еще Клуб Ждунов и просто интересующихся узнал, как по-русски будут называться многие территории на этом континенте. Riot Games решила гулять так гулять, менять, вернее исправлять историю League of Legends, чтобы различные персонажи и мир не существовали отдельно друг от друга. Что вполне логично, ведь игра за свою жизнь обросла таким количеством разных фишек, что они в некоторых местах перестали состыковываться. Ну и чтобы доказать нам, так сказать, крепость чувств и серьезные намерения, Riot Games представила первую часть документального фильма Road to Worlds. Как бы намекая Valve, что и мы так могем, ведь речь в фильме пойдет о главном турнире League of Legends и его центральных героях, профессиональных киберспортсменах. Разработчики фэнтезийной пошаговой стратегии Endless Legend с завидным постоянством закидывают в сеть видео о своем детище. Для начала сценарист студии познакомил всех желающих с особенностями игровых рас, которых аж 9 штук, а второй геймплейный ролик посвящен одной из фракций, Уолтерс, и ее свойствам. Полку перенесенных релизов прибыло. Приключенческий экшен-бэтмен Arkham Knight выйдет не в начале 2015 года, как планировалось, а только летом, 2 июня. Самая вероятная причина – плотный график выхода ААА-игр в начале года. Хотя могли бы тогда уж не томить до лета, а выпустить весной. Чтобы подсластить горечь, издательство анонсировало два коллекционных издания – Limited и Batmobile Edition. По цене пока непонятно, но ориентироваться стоит на начиная от 75 фунтов. Зато у Warframe все хорошо. Игра получила промежуточное обновление 14.5, операция Cryotic Front для PC-версии, и вышла на Xbox One, так что теперь ее можно скачать совершенно бесплатно в Xbox Live. В обновке игроки получат новый ивент, новое оружие, новые настройки внешности и новый режим. Он называется операцией Cryotic Front – миссия для поиска креотика, нового игрового ресурса. Среди мобильных игр новинкой недели стала iOS-версия экшн-стратегии Etherlords от Nival и Target Games. Сеттинг игры базируется на классической серии демиургов, и игрокам предстоит восстанавливать разрушенные миры и биться за ценные ресурсы с другими игроками. В нашем распоряжении больше двух сотен миссий и 180 существ на старте. И все это в симпатичном 3D. Ну и, пожалуй, самый главный бугурт недели. Apple представила два новых смартфона – iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые получили экраны с диагональю 4,7 и 5,5 дюймов, и кучу фото-жап со стороны почтенной публики. Как обычно, новые смартфоны быстрее, выше и сильнее предыдущей серии. Корпус тоньше – 6,9 и 7,1 мм соответственно. В сердце новинок бьется новый 64-битный чип Apple A8, превосходящий предшественника по производительности. В камере улучшенный автофокус и стабилизатор изображения, так что больше селфи хороших и не очень. Вопрос о том, насколько удобно держать такой телефон одной рукой и зачем оно вообще оказалось нужно, оставим аналитикам, диванным и креативщикам. Продажу чудо-аппараты поступят 19 сентября. Вместе с новыми айфонами в свет вывели долгожданные умные часы iWatch, которые получили название Apple Watch. Экран у часиков сенсорный, умеет понимать силу нажатий и работает с уникальным пользовательским интерфейсом. У часов будет уменьшенная версия и три мода – спортивная, стандартная и понтовая из драгоценных металлов. Работает гаджет с айфонами, начиная с пятого, а владельцы четвертых можете уже начинать чувствовать себя ущербными. Apple Watch поступит в продажу в начале 2015 года по цене аж в 350 долларов. И если уж мы заговорили о дорогих гаджетах, то рады представить вам обзор нового игрового ноутбука Razer New Blade. Это тот самый, который стоит от 100 тысяч рублей в базовой комплектации. Почитать все можно, как обычно, в разделе статьи обзоров. На этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, читать наши новости и обзоры и участвовать в форумных баталиях. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok